Автодорогу через перевал Калдакхамар строили с 1938 по 1941 год прошлого столетия всей республикой. Работа проделана колоссальная. Трудости были тогда, трудости есть и сегодня. Пятикилометровый участок дороги, Козылы-Ирзын, на которой будет произведен капитальный ремонт, проходит через перевал Калдакхамар в Тескенском районе. Последний раз ремонт здесь производился несколько лет назад. Проблема автодороги Козылы-Ирзын на перевале Калдакхамар – это в частном образовании наледи и просадки дороги в период Распутицы. Сейчас мы находимся на 145 километре, где и возникают эти проблемы. Специалисты говорят, что именно на этом участке капитальный ремонт дороги необходимо проводить через каждые 4-5 лет. За этот период просадка дороги достигает критической отметки. Причина в природе местности. Когда в 2000-х годах здесь ремонтировали дорогу и расширяли ее при взрывных работах, выяснилось, что под ней находится вечная мерзлота. И ничего с ней не поделать, только упорно восстанавливать полотно дороги. Сегодня здесь производятся инженерные и изыскательные работы специализированной компанией «Дорстройпроект» по установке для строителей реперов. Специальных геодезидических знаков, чтобы вывести проектную ось. Ну, влево, вот, видите, сами скала, гора, там сколько можем, влазим. Желательно где-то побольше на трубах, на мостах русло снимаем, там уже, чтобы посчитать расходы воды, какие трубы закладывать. Справа у нас река, течет шурашцык, берега, вырезы, дно, все снимаем, чтобы создать план, топоплан, который позволит сделать качественный проект. Также изыскателями проводится геолого-разведочное бурение для получения проб грунта. Причем забор образцов производится на различных участках дороги, где будет проводиться капремонт. В данный момент сейчас у нас работают именно геологи. Они отбирают керны. Это керн для того, чтобы определить грант состав грунта существующей автомобильной дороги. В дальнейшем результат нам пригодится при проектировании дорожной одежды на данном участке. Дорожная одежда – это многослойная конструкция в пределах проезжей части, воспринимающая нагрузку от автотранспортного средства и передающая ее на грунт. Именно по составу плотности грунта и производятся расчеты высоты дорожного полотна. Капитальный ремонт дороги производится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Стоимость контракта составляет 262 миллиона рублей. Подрядчиком работ выступает строительная компания «СУГУ». Имеющаяся конструкция дорожного покрытия будет полностью демонтирована и заменена новыми материалами. Срок завершения работ – первого этапа ноября текущего года, второго этапа – конец 2024 года. Техники и сил у компании «СУГУ» достаточно. Будет задействовано около 50 людей, 20 камазов, автосамосвалов и эскаваторов, 3 бульдозеров и грейдеров, 2. Еще один сложный объект – строительство моста через реку Барлык на автодороге Хандагайты-Мугураксы. Деревянные конструкции не выдерживают схода сели стремительного руслового потока, состоящего из смеси воды и обломков горных пород. Всего в текущем году реализуются дорожно-ремонтные работы на семи объектов. Объем задач, поставленных перед туинскими дорожниками, обширен. Основной акцент взят на ведущие транспортные артерии, в том числе дороги, включенные в опорную сеть республики.